Жаркая схватка под жарким небом Сочи на площади между художественным музеем и будущим Олимпийским университетом. Место, откуда не посмотри, символичное. Как и награды на стендах всех 26 муниципальных спортивных школ, грамоты и памятные сувениры со всего мира. Отовсюду, где побеждали сочинцы. Кстати, шесть школ появились после того, как Сочи объявили столицей зимних игр. День физкультурника Сочи считает для себя праздником особенным. Для нашего города это праздник каждого сочинца, потому что этот праздник был обозначен именно после Олимпийских игр в 1980 году. Более 60% юношей возраста от 8 до 17 лет у нас сегодня занимаются спортом. Согласно статистике, сегодня 140 тысяч сочинцев занимаются физкультурой или спортом. То есть, кто-то в секции ходит, кто-то сам или бегает по утрам или ходит фитнес-центры. Похоже, за время подготовки к Белой Олимпиаде массовый спорт в городе становится по-настоящему популярным. Я думаю, и объекты, которые будут, они же не будут после Олимпиады просто так проставить. Я думаю, что в них будут, надеюсь, что в них будут заниматься спортивные школы, спортсмены, дети, просто желающие. Исходя из моего опыта, я считаю, что спорт высших спортивных достижений и массовый спорт, он очень связан. Это как веревочка, они дополняют друг друга и усиливают друг друга. Ну а каким станет Сочи благодаря Олимпиаде? По мнению олимпийского чемпиона, жителя Казани, где прошла универсиада, события такого масштаба заметно меняют город. Универсиада городу дало всё. Сегодня, можно сказать, город стал, как европейский город России. И мы этим не нарадуемся. Я думаю, вас тоже ждёт. Строится первый Олимпийский международный университет. Это тоже Сочи. И сегодня в Сочи делается всё для того, чтобы была и физкультура, и спорт. Чтобы мы могли растить наших детей сильными, здоровыми, для того, чтобы побеждать на спорта геатах, на чемпионатах мира. На празднике все желающие могли почувствовать себя тяжелоатлетами и шахматистами, поиграть в дартс или в большой теннис. Победители ждали призы и подарки от организаторов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».